Съемка видеорегистратора. Два часа ночи. Мимо патрульной машины проносится иномарка. Инспектор пытался остановить ее, но водитель требования проигнорировал. Начинается погоня. Правда, она была недолгой. Вот нарушитель паркуется прямо на автобусной остановке. Спешно покидает машину и скрывается в ночи. Автоинспектор бежит за ним в ближайшие дворы. Из сумрака гонщик выходит уже в сопровождении полицейского с руками за головой. Водитель попытался скрыться с места преступления. В результате преследования автомобиль был задержан. В ходе проведения медицинского освидетельствования было установлено, что 26-летний москвич находился в состоянии алкогольного опьянения. При себе у задержанного не обнаружилось ни прав, ни документов на машину. То, что иномарка угнанная, подтвердилось утром, когда ее хозяин проснулся и не обнаружил ни автомобиля, ни закадычного друга. Вскоре все стало на свои места. Приятели выпивали, хозяин машины уснул. А его товарищ решил прокатиться с ветерком по ночной Москве. То, что взял ключи, задержанный не отрицает. Но точно помнит. Их ему друг дал. Сам. Подоброте душевный. Залонял ключи. Хотел чуть-чуть покататься. Поставить машину на место. Но немного доехал. Задержанный уверяет, он не преступник. Просто друг с просонья немного сгустил краски. Правда, теперь, как вернуть доверие старого товарища и выйти сухим из воды, он не знает. Всего за несколько часов молодой человек приобрел сразу несколько проблем с законом. За езду в нетрезвом виде ему придется заплатить штраф 30 тысяч рублей и стать пешеходом минимум на полтора года. Более того, ему грозит уголовная ответственность за угон. Он рискует отправиться в тюрьму на пять лет. Кирилл Антонов, Евгений Ильин, Петровка, 38.